В эфире итоговый выпуск Петровки 38. Я Максим Сазонов. Здравствуйте. В начале программы краткий обзор наиболее громких преступлений, совершенных на уходящей неделе в московском регионе. В центре Москвы задержан 26-летний уроженец Липецкой области, который с ножом напал на священника в храме. Два человека получили ножевые ранения, злоумышленника остановили прихожане и удерживали до приезда патрульных. У задержанного изъяли нож и сверток с марихуаной. В московском регионе пресечена деятельность ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. Задержаны семеро уроженцев Центральной Азии, которые активно вербовали в свои ряды новых членов. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Миллионы рублей на обмане доверчивых граждан заработали два афериста, которых разоблачили на северо-востоке столицы. Они создали видеоканал в интернете и предлагали подписчикам делать ставки на спорт. Потерпевшие вносили деньги, а злоумышленники их присваивали. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». За 10 лет в России более чем на треть снизилось количество ДТП и погибших на дорогах, в том числе пешеходов почти наполовину. Такие цифры озвучил на этой неделе в Стокгольме Владимир Колокольцев. Министр внутренних дел принял участие во Всемирной конференции по безопасности дорожного движения. Кроме того, в рамках визита в Швецию глава полицейского ведомства провел ряд двусторонних встреч. Все подробности в репортаже Марселя Нургатина. Визит Владимира Колокольцева в Стокгольм оказался насыщенным. На встречах с коллегами из шведского правительства он обсудил вопросы сотрудничества. Министр инфраструктуры Швеции Тумаса Энерута впечатлили российские достижения в сфере дорожной безопасности. У вас в России достаточно программ по безопасности дорожного движения. Поздравляю вас с отличной работой. Шведский министр рассказал об опыте использования автоматизированных систем, вычисляющих пьяных водителей. Нас заинтересовал опыт в Готеборге. Это когда на выезде из порта существуют ограничительные барьеры, шлагбаумы. И система определяет количество алкоголя в крови у водителя, у автомобилиста. И если это значение превышает пороговый уровень, соответственно шлагбаум не открывается. В Швеции один из самых низких показателей смертности от ДТП в мире. Здесь действует специальная программа, декларирующая принцип нулевой терпимости. Это значит, что к смертям на дороге нельзя относиться как к неизбежному злу. О безопасности дорожного движения говорили на Всемирной министерской конференции. Участников приветствовал король Швеции Карл 16-й Густав. Для Швеции честь проводить эту конференцию. Я рад видеть в Стокгольме так много людей, которые могут принимать стратегические решения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Эта встреча стала третьей по счёту. Организатором первой была Россия. Конференция прошла в 2009 году в Москве. Именно тогда было провозглашено десятилетие действий ООН по дорожной безопасности. В своём выступлении российский министр отметил, за это время наша страна добилась заметных результатов. Благодаря принятым в России миром за период реализации десятилетий действий ООН сократились основные показатели аварийности количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в них. Более чем на одну треть. В том числе пешеходов почти наполовину. Такой показатель, как социальный риск, уменьшился на 40%. Но в абсолютных величинах смертность от дорожно-транспортных происшествий в мире продолжает расти. То, что предстоит сделать мировому сообществу, чтобы переломить ситуацию, отражено в Стокгольмской декларации, принятой на конференции. По мнению Владимира Колокольцева, позитивным изменением будет способствовать провозглашение второго десятилетия действий ООН по безопасности дорожного движения. За последние годы сделано немало для улучшения дорожной безопасности в мире. Создан и заработал целевой фонд по безопасности дорожного движения ООН, одним из крупнейших доноров, которого мы рады являться. Россия с самого начала активно участвует в работе руководящих органов фонда и призывает заинтересованные стороны оказывать ему необходимую финансовую поддержку. Через четыре года Россия планирует достичь показателя социального риска не более четырех погибших на 100 тысяч населения. А через 10 лет власти нашей страны стремятся к уровню нулевой смертности. О сотрудничестве российский министр внутренних дел говорил и со своим шведским коллегой Микаэлем Дамбергом. Стороны обсудили противодействие оргпреступности, борьбу с незаконной миграцией, наркоторговлей и терроризмом. Марсель Нургатин, Петровка, 38. Они контролируют порядок на земле, в воздухе и на воде. Транспортные полицейские России отметили на этой неделе 101 год со дня образования службы. В Москве их зона ответственности – это тысячи километров железной дороги, поезда, вокзалы и аэропорты. С какими правонарушениями приходится сталкиваться транспортным полицейским? И в чем особенности их работы? Мой коллега Денис Бушуев побывал на Курском вокзале и в аэропорту Внуково. Провел несколько дней в патруле и узнал, как проходит рабочая смена сотрудника транспортной полиции. Подробности в его специальном репортаже. Выдача оружия, развод, отработка приемов задержания. С этого начинается каждое утро транспортных полицейских. Переход на задержание. Присаживайся, забираем нож и конвалирование. Мы в аэропорту Внуково и собираемся провести с сотрудниками транспортной полиции целый день. Помимо кинологической службы и патрульных, которые постоянно следят за охраной общественного порядка в самом аэропорту, в этот момент в дежурной части сотрудники транспортной полиции мониторят ситуацию по камерам видеонаблюдения. К примеру, меня сейчас со служебной собакой Лигой видно сразу с раз, два, три, четыре, с четырех камер видеонаблюдения. В аэропорту более двух тысяч камер. Просматривается каждый квадратный метр. Совершить преступление и остаться незамеченным просто невозможно. Вот лишь один из примеров. Накануне в полицию обратился гражданин Италии. У него украли бумажник. Эта лестница ведет прямиком к аэроэкспрессам, которые увозят пассажиров в город. Именно здесь гражданин Италии и лишился своего кошелька. Полицейские отсмотрели записи и увидели, как мужчина ловко вытаскивает из кармана жертвы портмоне и удаляется. Стражи порядка составили фотороботвора. Фоторобот был разослан в все территориальные отделы, линейных отделов Московского транспортного узла. Данный гражданин был задержан сотрудниками транспортной полиции Ленинградского вокзала. Карманника задержали уже на следующий день. Я выпивший был, пьяный был. Как это получилось, не знаю. Вот так бы расходило. Выяснилось, мужчина уже пять раз был судим за кражи у себя на родине. Он приехал в Москву из Монголии, чтобы, по всей видимости, продолжить криминальную биографию в России. Пока мы общались с задержанным, в дежурную часть поступил сигнал о бесхозном чемодане в первом терминале. На проверку подозрительного багажа отправили кинологов. Немецкая овчарка Тайга натренирована на поиск наркотиков и взрывчатых веществ. Здесь все чисто. В случае угрозы собака даст сигнал своему хозяину – сядет. Как это происходит, пассажиры смогли увидеть на показательных выступлениях, которые сотрудники линейного отдела полиции приурочили к 101-й годовщине службы. Пытался он с ним бороться. Он хорошо среагировал, показал приемчик свой и поймал. А мы покидаем Внуково и отправляемся в центр Москвы, на Курский вокзал. И здесь смена у полицейских проходит в штатном режиме. Поезда дальнего следования, пригородные электрички. А с открытием московского центрального диаметра, который проходит через Курский вокзал, работы у транспортных полицейских стало только больше. Пассажиропоток увеличился в два раза. За месяц Курский вокзал посещают 2,5 миллиона человек. Принцип работы полицейских тот же – патрулирование, проверка документов. Вот раньше была действительно грязь везде, бомжи. А сейчас видите, какой чистота, порядок. Вообще очень хорошо. Курение в неположенных местах и распитие алкогольных напитков – то, чем обычно грешат посетители вокзала и пассажиры пригородных поездов. Только что в дежурную часть поступил сигнал. Люди пожаловались на неприятный запах в вагоне. Сами? С Молдавией. С Молдавией? Да. С другого государства? Нет украли, поэтому сейчас приходится бомжевать. Мужчину доставят в дежурную часть для проверки. Как говорят патрульные, еще несколько лет назад бомжи, а еще торговцы в электричках были настоящей проблемой. Сейчас их появление в поезде – редкость. Торговцев мы за время дежурства не встретили. Но патрульные заметили так называемых копателей. Это откуда? В землю копаем, работаем. У мужчины в мешке металл. Пассажир объясняет. Он работает на стройке. Оттуда и везет металлолом, чтобы сдать по хорошей цене. То есть ты через всю Москву тянешь в область, чтобы сдать металл? Просто дороже получается там. Откуда эта находка и не было ли у этого металла законного владельца, полицейские обязательно разберутся. Денис Бушуев, Арсений Ларехин, Иван Перминов, Петровка, 38. На сегодня у меня все. До встречи. Берегите себя. Продолжение следует...